Сегодня в октябре прошлого года Союз похоронных организаций Крематориев принял программу по подготовке к 70-летию Победы и я являюсь координатором по выполнению этой программы. Основная моя работа это система поминовения усопших в скобин.ком. Это крупнейшая система поминовения в стране. Мы ставим своей целью проведение публичной лентализации всех кладбищ страны. Это по городским кладбищам не менее 50 миллионов могил с формированием интернет-страниц на каждого усопшего и на каждую страницу кладбища. На сегодняшний день в общероссийском действии кладбищ, которые мы создали, это крупнейшая база данных по кладбищам, порядка 12 тысяч страниц по кладбищам. Мы очень надеемся, что та работа, которую начало Министерство обороны сейчас по подсчету кладбищ, ввенчается более конкретными и четкими цифрами, рассчитываем, что эти цифры будут и данные общедоступны. Когда мы приступали к программе похоронной отрасли, мы думали, что задача будет достаточно просто формализована. То есть мы проводим инвентаризацию кладбища, получаем персональные данные всех усопших и сопоставляем с теми данными о ветеранах-фронтовиках, которые есть в государстве. С ОБД-мемориал, с какими-то еще источниками. Но, к сожалению, в нашем государстве на сегодняшний день, прожило 70 лет, нет базы данных по фронтовикам. Нет базы данных по людям, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Все, что мы имеем на всю секунду, это подвиг народа, 12 миллионов наградных листов, то есть несколько миллионов человек. И в нескольких субъектах Федерации созданы книги памяти по тем, кто вернулся с войны и был похоронен, ну, упокоился уже на территории конкретного субъекта Федерации. Сейчас вам называли цифры, умерли уже почти все фронтовики, осталась малая толика. И, к сожалению, вот те слова, которые в свое время сказал Сталин, что в Великой Отечественной войне победил весь советский народ, то есть все, а как бы никто, вот эта парадигма, она до сих пор давляет над нами. То есть наша память о войне, она по большому счету не персонифицирована. То есть нет ни списка, нет по большому счету даже задачи составить общую базу данных по фронтовикам. Те слова как фронтовик, вот исходя из той идеологии, появилось слово ветеран появилось не сразу после войны. Насколько я знаю, удостоверение участников войны и какие-то значимые льготы, где-то 78-79 год. Правильно, Михаил Алексеевич? Это единственный субъект, город Ленинград, который своим решением, постановлением принял. Дети войны, которые по закону признаны как участники Великой Отечественной войны. И льготы имеют точно такие же, единственные. Что дает сегодня основанием другим то же самое. Вот в Крыму 250 дней Севастополь. И вот я когда был у них, работал дважды, ветераны говорят, а почему же вот питерцы, дети войны, они получают весь социальный пакет, а мы 250 дней. И вот мы рассматривали в Думе и не приняли решение положительно. То есть вот смотрите, те люди, которые прошли через войну, вернулись и умерли в первые годы после войны, допустим, не получив первые юбилейные награды на 20-летие, они вообще могли не получить никакой оценки государства, если у них не было наград, а награды были не у всех, за то, что они участвовали в войне. Они нигде не поименованы, их нет ни в каких книгах памяти, потому что книги памяти повсеместно и опытный мемориал составлялись только по погибшим. Поэтому могила ветерана Великой Отечественной войны сейчас не является мемориальным объектом. И самое ужасное, это то, что те ветераны, которые умерли до 90-го года, они не имеют прав на финансирование государственных памятников, памятников за государственный счет. Михаил Алексеевич, вот насколько я знаю, в последний раз пытался пробивать это решение в Государственной Думе, и когда дошло опять же до финансирования, сколько это будет стоить? Потому что военно-мемориальная компания установила порядка полутора миллионов памятников ветеранам-фронтовикам за всю деятельность. У нас участвовало в войне 37 миллионов человек, 5 миллионов было призвано, 5 миллионов было в действующей армии, 32 миллиона по всему Советскому Союзу было призвано. Это огромные цифры. Из них порядка 9 миллионов погибло, и по ним работа, безусловно, очень серьезно проведена, по ним составляются, паспортизируются воинские захоронения и так далее. Но по всей, по основной массе людей, а это практически 20 миллионов человек, никакой серьезной работы по увековечиванию памяти до сегодняшнего момента в государстве не велось. И в принципе, по большому счету, и планов таких нет. Самое отрадное, что я услышал от Валерия Бориславовича, это то, что подвиг народа будет наполняться, и вот это те данные, которые нам в том числе нужны для инвентаризации, сопоставления, является ли это могилой ветерана Великой Отечественной войны. То есть, когда эта работа проведена, но это опять же задача не по всем фронтовикам, а по тем, кто получили награды. Значит, соответственно, вот в этой ситуации цели, которые ставит Союз похоронных организаций и крематориев, это провести выявление могил ветеранов Великой Отечественной войны и сделать все для того, чтобы мемориальный статус этих объектов как-то был обозначен в государственных документах. Ну и самое главное, нужно еще раз ставить вопрос, и я прошу включить в резолюцию, даже написать отдельную резолюцию нашей конференции о том, чтобы все ветераны, а не только те, кто умерли после возникновения России 12-го июня 90-го года, имели право на государственное финансирование памятника. Пожалуйста, дальше. Одним из основных результатов текущей нашей программы стало решение публикации архива военно-мемориальной кампании, который содержит от миллиона до полутора миллиона персональных данных по усопшим фронтовикам, памятники которых были установлены военно-мемориальной кампанией. Эти данные будут опубликованы до конца года. Также мы ведем переговоры, во-первых, с владельцами баз данных, энтузиастами, которые владеют достаточно большими базами данных, и с Министерством обороны, говоря о том, что как-то эту работу... Конечно, мы не государственные, мы не можем. Самое лучшее, чтобы Валерий Братиславович и его управление реализовало эту задачу. Но со своей стороны, как бы толкая и помогая в чем-то в этом вопросе, мы на уровне Союза приняли решение попытаться собрать все эти книги памяти, которые есть, в первую очередь, по выжившим, поскольку они не поступают в ОБД-мемориал, и не транслируются, исходя из сути законодательных ограничений. Все то, что можно собрать и опубликовать на сайте системы скорбим.ком. Мы обратились ко всем субъектам Федерации. В значительной части субъекты Федерации нам ответили, поддержали наше начинание. В девяти субъектах Федерации наши представители Союза включены, или этот вопрос сейчас в рассмотрении, в ОБД-комитеты региональные субъекты Федерации по подготовке к 70-летию Победы. И через эти площадки мы пытаемся довести нашу точку зрения до всех субъектов Федерации. Реализация программы уже с этого года по выявлению захоронений ветеранов в структуре городских кладбищ будет идти параллельно с инвентаризациями тех городов и регионов, с которыми есть такие решения, такие договоренности. Мы также разработали интерфейс, внедрили на сайте по системе бар-кодов. Вы знаете, это достаточно новое веяние, которое пришло на смену стрих-кода. И вот этот самый бар-код, нанесенный в камни, достаточно хорошо читается с гранита и позволяет превратить любой мемориал из просто абстрактного камня, где иногда написаны десятки, сотни имен с инициалами, непонятно к чему они относятся. Виртуальный портал памяти. Если напротив каждого имени мы нанесем вот этот вот бар-код, соотнеся его, допустим, с ОБД-мемориал, тогда любой человек, обладающий смартфоном, наведя на это имя, он попадает на страничку ОБД-мемориал и получает полное представление о тех оцифрованных данных о человеке. Да, с фотографией, со всеми этими данными, которые есть в подвиге народа и в ОБД-мемориал. Значит, у себя на сайте мы также разработали интерфейсы. Пока мы ставим два варианта обозначения. Это ветеран Великой Отечественной войны и защитник Отечества. Защитник Отечества — это все остальные категории, которых очень большое количество. И также будут обозначаться на сайтах и в автоматизированных рабочих местах муниципалитетов, там, где внедряется наша система. Значит, к реализации программы мы в ближайшее время планируем привлечь все поисковое движение страны и через субъекты федерации, и непосредственно обращаясь в том числе и на поисковое движение России, которое становится уже достаточно серьезной и организованной силой. Наши мобильные приложения к сотовым телефонам iOS и Android позволяют на территории кладбища делать фотографии макилы, с определением GPS-координаты носить персональные данные, и автоматически эта фотография попадает на сайт системы Scorbi.com с обозначением, что это либо ветеран Великой Отечественной войны, либо защитник Отечества. То есть мы надеемся, что поисковики, несмотря на то, что их работа нацелена также на, в первую очередь, на подъем останков погибших, в своих городах достаточно активно эту работу проведут. И мы, по крайней мере, сможем сохранить те имена на могильных плитах, где есть звезды. То же самое, законы это менять надо потом. Значит, ну, самый сложный вариант, это и самая сложная задача, которую мы пока называем всероссийская, которую мы называем «Иго памяти городов России». Здесь мы все-таки думаем, что государство эту задачу решит, и были обозначены Валерием Брониславовичем форматы, как примерно будет строиться эта работа, что государство само придет к пониманию и к реализации задачи, что по всем фронтовикам должна быть общедоступная база данных. То, что было сказано об интерактивном характере, когда судьбу каждого человека можно, может быть, проследить, это вообще идеальный вариант. Это... Значит, также мы включаемся в работу по составлению, пополнению реестров Героев Советского Союза. Из архива военно-мемориальной компании мы найдем все имена, найдем все могилы, где они физически находятся, и в процессе инвентаризации главвищ, в процессе работы энтузиастов мы все эти фотографии с GPS-кабинатами опубликуем и присоединим к данным на всех сайтах, которые касаются Героев России. Значит, я прошу наше уважаемое совещание написать отдельную резолюцию, касающуюся данного вопроса и подготовки к 70-летию Победы, и еще раз поставить перед Государством, перед Орд Комитетом Победы, перед Государственной Думой вопрос о распространении гарантий государства в части изготовления установки памятников на захоронениях участников войны, ушедших из жизни до 1990 года. Вот очень серьезный еще вопрос, а с какого момента считать? Поскольку удостоверения участников начали выдаваться с 1978-1979 годов, то получается, что, ну, по каким-то формальным признакам, что те, кто умерли в 1946 году, опять не подпадают под эту терминологию. То есть наша, конечно, задача, чтобы это касалось всех с 22 июня 1941 года, даже не с конца войны, а с начала, потому что ситуации были разные. Ну и прекрасно я понимаю также, что если за 70 лет этот вопрос не решился, то он, наверное, и не решится. Или, может быть, я должен решить этот вопрос. Может быть, вот так. Значит, я нашел этот документ, указ президента Российской Федерации, где именно фигурирует эта дата 12 июня 1990 года. Значит, это указ номер 270 от 2007 года. Значит, если вы меня поддержите, я подам в Конституционный суд России исковое заявление, касающееся своего деда, который умер в 1976 году, о том, что он имеет право, и, соответственно, я, как его родственник, на возмещение со стороны государства затрат по установке памятника. Ну и еще один момент. Важнейший момент – это мемориальный статус могилы ветерана Великой Отечественной войны. Исходя из всех тех законов, которые я понял, нам его никак доказать, скорее всего, не получится. Единственный момент – это иная трактовка и иная терминология в определении воинского захоронения и паспорта воинского захоронения. Сейчас воинские захоронения касаются у нас только погибших при защите Отечества. Но, тем не менее, во всех документах, во всех законах об уиквечении памяти ветеранов и так далее, в разных строках фигурируют и иные категории. И иные категории. То есть, если мы с вами сможем доказать, что к иным категориям в том числе и относятся и ветераны, которые были похоронены после того, то сразу же, после окончания войны, то сразу же ситуация меняется. То есть, мы тогда сможем на каждое кладбище оформлять паспорт воинского захоронения. И все те могилы, которые мы выявили, передавать в муниципалитет, и они будут обязаны за этим следить и ухаживать. Игорь, если мне память не изменяет, то в земельном кодексе военно-мемориальные захоронения не отнесены к особо охраняемым территориям. Ну вот могила ветерана Великой Отечественной войны у нас не является мемориальным объектом. Она не может быть включена в паспорт воинского захоронения, если он не погиб при защите Отечества и не умер в госпитале. И поэтому эти данные не транслируются, правильно, Валерий Владиславович? Они не транслируются в ВПД-мемориал и не обрабатываются. Все, у меня спасибо. Игорь Владимирович, вот там по первой части вашего вопроса в Оргкомитет Победы, я смотрю внимательно, план, который вы получите, там как раз выделены, записано отдельно уход, сбережение и выделены деменции за мемориалами, могилами и так далее. Там записана эта часть. А вот то, что вы сказали, это интересно. А вот сегодня, чтобы для справки все знали, прозвучала цифра Оргкомитета Победы, около пяти миллионов незахороненных наших сегодня воинов. Около пяти миллионов. И 150 поисковых отрядов, которые сегодня работают в России, конечно, это лет на 30 при такой работе. Лет на 30.